господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 207 события дня 2 фессалоникий сам 310 если кто не хочет трудиться тот и не ешь за 6 июля 2016 года далее сами считайте и далее вики олсон прислал мне вот такое выражение тут изречения святого молитва благослови врагов мои господи и я их благословляю и не кляну враги решительные друзей толкает меня в объятия твои друзья тянули меня к земле враги разрушали все надежды мои на земное они сделали меня странником царствах земных и ненужным жителям земли как преследуемый зверь быстрее находит себе убежище чем непреследуемый так и я гонимый врагами укрылся под покровом твоим где ни друзья ни враги не могут погубить душу мою благослови врагов моих господи и я их благословляю и не они плевали в меня когда я был горд собой благослови врагов моих господи и я их благословляю и не кляну когда я считал себя мудрым они называли меня безумцем когда я считал себя сильным они смеялись надо мной как над карликом когда я стремился быть первым они теснили меня к последним когда стремился к богатству они били меня по рукам на отмашь когда я собирался спать мирно и будили меня от сна когда я строил дом для долгой и тихой жизни они разрушали вы изгоняли меня воистину враги отлучили меня от мира и помогли руками моим рукам дотянуться до края одежь твоих благослови врагов моих господи и я их благословляю и не кляну благослови их умножи умножи и сильнее жестощи на меня да будет бегство моё к тебе безвозвратным да и ставит надежда мое наземное как паутина да воцарится смирение в душе моей да станет сердце моё могилой близнецам злобным гневу и гордости да соберу на небесах все сокровища свои да освобожусь навсегда от самообольщения запутавшего меня в страшную сеть жизни призрачной враги открыли мне то что немногим ведомо нету человека врагов кроме него самого то тот лишь ненавидит врагов кто не познал что враги не враги но друзья взыскательные воистину трудно сказать мне кто сделал мне больше добра и кто причинил больше зла враги или друзья почему благослови господи друзей и врагов моих раб клянет врагов ибо не ведает сын их благословляет ибо ведает ибо ведает сын что враги не властны над жизнью его потому ходит он среди них свободно и молится о них ко господу благослови врагов моих господи и я их благословляю и не кляну святитель николай сербский смотрим тут на почту приходит много вот это мой мир некоторые по несколько раз были мною удаленные заново просятся друзья кто присылает открытки разные какие бы они ни были этих людей я сразу удаляю мне так трудно здесь время терять на это они рассылают на всех друзей она расходится сразу они не думают ни обо мне ни о моем времени так что без всякой обиды сегодня опять нескольких удалилась друзей только за открытки хорошие открытки с пожеланиями но мне это все мешает потому что дальше начинается тематически они закрывают отодвигают видите по теме все это идет здесь очень трудно как-то даже убрать сколько время трачу за это деньги высчитывают далее у нас есть форум и вот на форуме сегодня можно было выделить тут не знаю видно нет я один поэтому тема тут такая написано какая новые пути православия зайдите на форум и увидите там интересно вот да меня заинтересовала тема но видимо все возвращается на круги своя кто он такой соединенных штата америки пользователь редкий гость так репутация замечания не пишет вера христианин если пишет христианин это не православный это определенно православный он выделяет себя я православный даже хороший там баптист адвентист христианин и православный который начинает мухлевать где-то сектантом уже перешел но скрывает это христианин сегодня христианин еще ни о чем не говорит потому что человек потерял то и не приобрел нового поэтому вот определитель христианин это не православный и дальше будет видно возможно ли вообще говорить о каких-то новых путях православия здесь где я живу когда-то христиане молились богу преклоняя колени но это было давно потом на молитву стали просто вставать но я все что не у православных это а сегодня молятся сидя потребовалось не так много времени и разъяснений в кавычках чтобы такая практика стала общепринятой богословы в этом деле все оказались весьма активными и полезными в кавычках в результате то что было тысячелетиями принято как правило молитвенного поведения ушло из жизни без особого труда старики из местных общин община ты не говорят у православных приходя к нам на служение тоже на служение не говорят у православных видит молящихся на коленях молящихся на коленях у православных тоже не принято вспоминает что когда-то давным-давно и в их общинах было также теперь же все это безвозвратно ушло говорят они назад же слушать никто не станет запокрывала на головах молящихся женщин вообще речи быть не может то есть без покрытия все а ведь когда-то и это было правилом это у баптистов я к тому что заповедь на заповедь правило на правило тут немного там немного все сие ведет к уклонению от истины вот скажем лапкин предлагает несколько здравых конкретных предложений касаемо мощей например захоронить их все с честью как и слово тому велит а кто этому голосу внемлет согласится ли современное православие на такой шаг исполнения слова божьего уверен многие даже слышать всего не могут вот вам и новые пути но это уже идет четвертая страница а вот если открыть первую страницу здесь я сам даже поинтересовался вот тут света было когда-то писала что-то что они делаются к лучшему и вот выступает игорь добунов мир вам насчет статистики из расхожих празднов среди православных серафима саровского спасешься ты и вокруг тебя спасется тысячи мол значит так думают епископы попы все одно тысяч пятна пять-десять спасаются взаимный период времени умножим на тысячу вот и миллион а кто-то из них и на большее число рассчитывает вот так утешаясь прибаутками держит свою сожженную совесть в покое видите какие слова дальше алексей выступает загуляев теперь ведь и в этой теме многое тут посмотрите эту тему опять что не делается все к лучшему света опять это между ними разговора вот я перехожу в московскую патриархию вот это я тут говорю что есть мп ее происхождение кто создал и с какой целью вот посмотрите эти темы какие то моя тема большая какие соборы правила нарушены это инквизиция что делается сегодня патриархии сергианство предательство вот на меня нападки они лагерь наш детский а у них тоже лагеря сейчас открывает а в свое то время ни одного не было только мой лагерь был на весь советский союз один ему 45 год и они собрались вместе там дворкиных руководитель разрушитель и травят что нужно написать там роскомнадзор чтобы лапкина с лагерем там преследовали они это и делают это сергианцы делает но враги нам лучшие друзья естественно вот так остановить душах посмотрите какая большая тема дальше александр шарин видимо вот-вот он до шарин что-то у него не совсем получилось на третью страницу перехожу а у меня бывает страниц там больше тридцати страниц это третье эти как медленно идет игорь дому но так что он говорит христос воскресе тут так а вот говорит он два примера на эту тему о чем кто-то говорит шарин александр не могу от простить большую бороду виду своей работы связаны с обслуживанием крутящихся механизмов насосов и так далее только из соображений соблюдения техники безопасности вот этого шарина квоту берет игорь дебунов член нашей общины он работает геологом золото добывают два примера на эту тему из моей жизни прошу отнестись к этой информации со всей серьезностью но я не буду считать его покажу это из нашей жизни все так и есть вот прочитайте это посмотрите тоже как они решались бороды и потом как стали отращивать почему какая какая причина то и вот далее вторая история бороде это все было кота касаемо нас рядом люди эти были у нас и бороду бороду никак нельзя перешли к старообрядцам все почему а взамен чего-то а почему ушли а потому что у вас побуждает на благовестия я это не могу и все каноны канона а там еще нет я пришел бородой отметился и ушел она борода у старообрядцев но борода прикрыла бездну бездну бездуховности полигон смерти скрыла и они не видят все довольны совершенно евангелие как бы не существует такая книга благовестия 300 лет не вспоминается прочитайте очень интересные материалы вот и дальше здесь не нажал нервы говорит это только одна тема одна сергей пупов это наши тут много взято жириновский подавление ну и другое другое третье вот так если зайдете вот это сегодня сегодня на форуме вышла на первое место ставлю опять на свое место вот так и у нас конечно наш видео канал открытым оком во свете библии вот так посмотрите здесь которая сегодня я выставил только вот только выставил сейчас обновлю чтобы посмотреть что восемь роликов сегодня выставил восемь роликов один день вчера 9 позавчера 10 ведь у нас богатый материал есть что показать и немножко люди приходят смотрят вот сейчас поставил уже шесть четыре семь вот ничего нет сколько полчаса назад а которые до этого были но тот замки мне надо снимать другом месте ставят ну другого тоже 205 вот которые раньше прошли здесь 300 знакомства с прибывшими 600 то есть по маленькую смотрят люди некоторые даже захватывает еще больше ну и самое большое сокровище у нас это сайт не форум вот форм а сайт во свете библии и самое ценное 4124 ответа вчера у нас был дождь собирались на богослужение пришлось дать отбой детям идти по грязи придут там будут очищаться и там на месте помолились занятия провел с ними владимир александрович пащенко ну а сегодня маленько просветлела так что сейчас уже седьмой час утра я додавно тут сижу и придут дети тоже день ивана купала как говорят сегодня в городе обливать будут в этом тоже что-то есть люди не крещеные и хоть как-то им напомнят об я не крестить или день его седьмого а ну а через шесть месяцев это рождение иисуса христа 7 января они между ними разница в полгода возрасте ну и дальше опять пока говорил что-то алексея тут матюшин вот так нельзя кто-то тут еще зашел нет ничего тоже беспокоиться в больнице что священник в алтаре пьет еще до причастия вино пошел архиерей архиерей вроде поддержал а потом непонятно и такое что поддержал не поддержал ну вот на это можно сказать все у нас здесь по детскому лагерю были комиссии роснадзор одна по указанию президента вторая по какому-то письму или письмо роснадзора этого называлась сан эпидем станция слова эпидемии пугает убрали эти как то же самое опять люди пристроились я вчера размышлял об этом вот те которые думают кого-то спасать будущее сами не спасенные самые зловредные они не знают ничего идет в попы в священники какой-то никакой разговариваешь с ним уже давно кадилом крутит лишь бы кадила в руках ходила ничего не знает беспечный толстый сразу делается но только поставили священника скажи как на дрожжах разбухает просто смотреть глаза выкатились от жира бродят помыслы в сердце без страха уточняет себя и все заснул как омволь на сковородке жарится и парится и вот кто еще спасать природу спасает экология бездарности ничего не знают даже самого элементарного сам про птиц спрашивать не знают свирей не знают ну как сохранить воду не знает ничего приезжали на нас наваливались мой первый пруд запрудили приехали такой вид напыщен а ничего не делая только расписываются получение денег в конце месяца раскопали траншею тут они не раскопали а выкопали вокруг свое там где они арендовали или взяли склад огромную территорию отхватили потом бросили все и так это траншея к ним чтобы не поддержали траншея это было писал в экологии бесполезно ничего не могут делать но и спасает людей конечно сам этот роснадзор они детей спасают дети гибнут туда они нет не суются свои где дети не видят на наш лагерь детские навалились спасают все спасители но спасители эти спасают только утробу свою несытую больше ничего нету такие разжиревшие тоже толстая зачем это нужно потом все одинаково главное написали где-то там нормы написали какие-то пункты написали для себя и выполнять и так не выполняют на нас а у нас мы христиане у нас другие пищи не такая не такая у нас пост мы православные не положено растительного масла нету его даже растительного масла нету они не понимают ничего а вот это не так подъем ранее мы православные то есть придирается ко всему к нашему уставу вторглись к нам на территорию в наш устав влезли она бы этого не сделала но вот ей там кто-то составил какой-то жидомасон и по этим правилам она теперь глушит других получая деньги и мертва держится свою должность другие которые с ней там причиндал это не пониже должностью но и каждый на ее место станет и с ней здороваться не будет когда я спихнут в один день а спихнуть можно она выполняет все что ей сказали и разницы и нет убить отравить это так именно так это тоже что тройка была которая судили сказали брак народа и все и здесь пруд купаться нельзя пока они не возьмут анализы восемнадцатом году вот через два года потеряйки будет ровно 200 лет 10 лет купались пруды делали она не делала ничего но есть сказали вот далее там смотреть какие-то оба она будет смотреть искать палочки в них взяли анализы с наш от нас пищу взяли в колодец воду носим нельзя носить то есть разрушение нравственности в людях какие-то уколы ставить чтобы не рожали чтобы импотентами были чтобы уничтожалась нация это все вот это денежным денежными купюрами окладами поддерживается а так то зачем они это стали делать это не мои враги это враги сами против себя это не русские русские разве будет русского уничтожать они по нации русские они не русские видя как дети у нас живут радостные поют веселые они с ума сходят ни одного за 44 года отравленного ни одного погибшего ни одного поврежденного вот вам доказательства что наши правила наши нормы работают а у них не работают их нормы которые они написали не выполняют все фальш и ложь империя лжи и вот сейчас на нас на меня в суд подать там то другое но вот к этому времени пока до суда дело дойдет лагерь уже будет закрыт и они еще уже лагеря нету никому плохо не было преступления не было но их вот эти пункты нарушены были воду там убрали из колодца и и надо было качать до лагеря по шлангам только так и за это бьются еще полгода да дураками ведь назвать нельзя идиотами назвать нельзя уже лагеря нет никакого лагеря какой лагерь это 18 ребятишек смешно даже но это нам помогает мы молимся усиливаемся купаться нельзя я сегодня могу дать указание сегодня же от детей развезут всех то есть они этого добиваются но этого не будет дети сами проголосовали будут купаться будут будут посты соблюдать будут и в храм ходить будут все их претензии придуманы и главного лагеря уже нет уже снег на дворе они все меня в суд тянут это уже в прошлом году позапрошлом еще добились да ничего высшая мера наказания то штраф 1000 рублей одна тысяча или 500 ну я опять же где их денег то возьму нет у меня значит из детских которые за детей платили здесь родители видите это безумие сегодня сегодня вот в это время сейчас вот я сижу говорю и в это время они работают все а как вы на это реагируете молитвой мы реагируем молитвой за них молимся ну я их врагами то не считаю я не за врагов молись а в разумление неразумных людей которые ничего не сделали они показать не могут вот моя жизнь это колокольни они вокруг колокольни бегают подвизгивают это мощица на нее и больше ничего нету на то моя колокольня как лев толстой вот это не мои слова то чтобы не обиделись вот это моя колокольня то есть против вас я ничего не имею вас ничего нет детский лагерь в частном порядке вы ни один не организуете деревни и создадите общину не создадите ничего этого сделать не можете у вас нету и поэтому на этом фоне что мы делаем вы видите свое ничтожество вот как об этом горький писал в таврическом дворце когда первый был съезд съезд или слет крестьянства то после когда закончилось все вазы были заполнены калом говном а туалеты работали а почему на фоне вот этой красоты они увидели что они ничто бездарности и поэтому они гадили и гадили это первый слет крестьянство при советской власти максим горький описывает это вот и все боятся вещи называть своими именами и так и здесь наш лагерь по сравнению с их лагерями то он светильник на вершине горы город а эти их лагеря рассадники разбрата чему они приводят даже верующий начинает это глеб грозовский где в израиле там арестованный обвинение да он красивый он симпатичный он активно у нас этого нет поэтому мы страдаем то меньше чем глеб грозовский за который надо молиться чтобы вызволил его господь я его не оправдываю не знаю но просто знаю что повреждения то никаких нигде нету все это надуманное это видно по всему потому что вмешался еще там по наркомании там деньги отпускает где-то что-то ну вот такое дело посмотрим все на сегодня бог милостивый сохранил нас в ночи вот моя тут кошечка лежит перед экраном ждет прибыли вот какая растолстела то ой давай ка покажемся ой 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 рыжая ее миша к своему коту породистому белому на вот она потянулась вот она мы с ней а в сенках там три кошки это у меня четвертая голубей охраняют каждое утро мне надо кормить четыре кошки собаку и 40 голубей на двух голубятнях забота а потом только уже в лагерь еду вот скоро уже семь будет пол седьмого богу нашему слава во веки веков аминь все рыжая берегись на тебя мыши нападать будут но и и и